Сегодня в выпуске. Житель Нагаева приучил соседей к раздельному сбору мусора. В Уфе создана игра, с помощью которой можно познакомиться с национальной кухней Башкирии. В Уфе международный фестиваль искусств в сердце Евразии открылся симфонической ночью. И уфимские школьники соревновались в навыках выживания. Башкирская, русская, чувашская, марийская кухни всех народов Башкирии можно изучить во время игры. Сегодня ее провели в Уфимском социальном приюте для детей и подростков. Игра делится на несколько этапов. Сначала перед участниками раскладываются парные карточки, на которых изображены национальные блюда. Их нужно запомнить, после игровое поле переворачивается и участник должен найти две одинаковые карточки. На втором этапе участнику надевается повязка на глаза. И по рельефному изображению нужно угадать блюда. Ну а на третьем этапе ребятам нужно придумать вопросы к изображениям на карточках и задать их другой команде. И четвертый завершающий и самый увлекательный этап – это когда участникам нужно по запаху и вкусу угадать предложенные им национальные блюда. Создателем этой увлекательной игры является Екатерина Савельева. Она сейчас находится рядом со мной. Екатерина, расскажите, как появилась идея создания вот такого проекта. Эта идея зародилась уже давно, потому что я давно уже веду изобразительное искусство в гимназии. И преподаю методику изобразительного искусства в университете, в педагогическом университете имени Акмулы. И нам, конечно, очень хотелось рассказать, какая наша красивая республика, какая в ней красивая природа, какой красивый город, какой у нас есть прекрасный музей Нестерва. Так и родилась эта игра. Проект зародился еще в 2012 году и получил название «Портрет Башкортостана». Екатерина Савельева в составе регионального общественного молодежного добровольческого движения «Вместе» подали заявку на соискание президентского гранта и получили 800 тысяч рублей, которые были направлены на создание шести комплектов на самые разные темы. Великая Отечественная война, достопримечательности Уфы, природные достопримечательности Башкирии, живопись и вот теперь национальная кухня. Эти игры подходят абсолютно всем. Зрячие люди, играя в такие игры и развивая тактильные ощущения, кроме этого попадают в положение незрячих людей и больше понимают именно людей с ограниченными возможностями здоровья. Мне очень понравилось, как мы играли, особенно мне понравились карточки, как мы угадывали на ощупь. Ну, мне запомнилось всякие блюда, очень интересно было. Мне этот хотелось попробовать, бешбармак, вот. Мне больше всего по вкусу понравилось, потому что, когда вот закрываешь глаза, сразу чувствуются другие вкусы, вот хлебы, другие вкусы чувствуются. Да? Не как обычно. Да, не как обычно, а еще вкуснее. Нужно угадать продукт по запаху. Нормально? Внимание, сейчас вы можете только понюхать и поднять руку, кто определил. Эти игры развивают память, внимание, восприятие, творческую активность, формируют интерес к дальнейшему самостоятельному поиску информации, а также помогают в развитии эрудиции и речи. Но самое главное, что этот проект просветительский, самый главный вектор в нем образования. Через игру мы обучаем детей культуре, искусству, научным достижениям. Поэтому я считаю, что, конечно, игра актуальна и детям она очень нравится. А через игровую деятельность информация легче всего усваивается. Игра «Лото» состоит из шести комплектов по разным тематикам. Обучение по ним пройдут более четырех тысяч человек. Организаторы раскрыли нам небольшой секрет. Будет и вторая часть, посвященная достопримечательностям России. Анастасия Ходик, Андрей Шуняев, городской телеканал ЮТВ. Уже в третий раз «Симфоночь» собирает уфинцев для приобщения к музыкальной классике. Мировые шедевры прозвучали под открытым небом в амфитеатре Конгресс-холла в исполнении Национального симфонического оркестра. Далее выступила государственно-академическая хоровая капелла имени Сайфулина. Только сегодня на саундчеке, когда мы выступали, немножко со стороны на это посмотрел, и это очень круто. Не в каждом городе такое найдется, и не в каждой стране такое найдется. Это дает людям познакомиться с симфонической музыкой, дает людям познакомиться с мировыми артистами, дает людям познакомиться с музыкантами из Уфы. Самым ожидаемым гостем вечера стала Вероника Джиоева, заслуженная артистка России, победительница многочисленных международных конкурсов, в том числе обладательница «Золотой маски» и «Золотого софита». Пение, вот такое пение, да, настоящее пение, это разговор с Богом, это облагораживает человека, это духовность дает людям. Я вообще не представляю, как можно без классической музыки прожить. Люди тратят деньги на певцов, которые поют под свой плюс, и ради этого ездят, тратят огромные деньги на билеты, и не слушают настоящее искусство. Живый инструмент, живой голос, руки, это с ума сойти. Такой подарок нам всем, горожанам, городу. Ну, спасибо, конечно, создателям такого замечательного вечера. Классная музыка, будут многие ансамбли в Кратастан играть, собственно, пришли, полюбоваться, посмотреть, собственно, на сами ансамбли, послушать музыку. И сама атмосфера людей очень красивая, у нее хорошая погода в Уфе, поэтому думаю, что данное мероприятие пойдет на высшем уровне. Прямо за нами находится сценический комплекс размерами 15 на 21 метр. Звук и свет рассчитан на более 40 тысяч человек. Мы надеемся, что порядка 25-30 тысяч мы соберем. Мы заядлые любители классической музыки, и не только классической, но и кураев-фесты. Этот год подарит нам новое открытие. А 12-го будет? Галоконцерт. Да, мы надеемся, что на галоконцерте мы испытаем еще больше позитивных эмоций, потому что программа обещает быть насыщенной. Продолжит международный фестиваль искусств в сердце Евразии мероприятия, которые также состоятся в амфитеатре Конгресс-холла. 10-го июня в 20.00 состоится еще одна симфоночь, посвященная 50-летию Фимского института искусств. 11-го июня в 19.00 стартует Этна-ночь с участием гостей из Казахстана, Бурятии, Мордовии и Грузии. 12-го июня завершится все грандиозным галоконцертом, специальным гостем которого станет группа «Пицца». Как спасти утопающего, развести костер из подручных средств и найти радиоактивное вещество? Навыки выживания в экстремальных ситуациях демонстрируют ученики с 8-го по 11-й классы. В Уфе проходят седьмые городские соревнования школы безопасности. Сейчас ребята разводят костер, для этого они используют два огнева, которые дают искру высокой температуры. Сейчас они подожгли мелко нарубленную заранее готовую стружку и на мелких веточках готовят, разжигают огонь. Огонь уже горит, сейчас их задача закипятить котелок с водой на скорость. Это соревнование, что называется, с душой. Пятый год мы здесь выступаем и пятый год мы наблюдаем прогресс. И это здорово, люди что-то стараются, развиваются, делают. И мы стараемся не отставать. Мы занимаемся туризмом, у нас небольшая секция при школе, мы очень редко, но все-таки стараемся выбираться на природу. И там, разумеется, эти навыки, они пригождаются. Развести костер, поставить палатку, безопасно переночевать лесу в плохую погоду и так далее. Из огня к утопающим ребята бросают спасательный круг пострадавшему на воде. Только вместо воды – трава, а вместо утопающего – манекен. Надо попасть в круг и, получается, нельзя задевать голову. Если бы задел голову, это уже минус балл. Это, получается, он как должен ухватиться. А в голову попало все он уже. Занимаясь, получается, туризмом, приехал, немножко опыта набраться у других команд. Ну, самому интересно. Неподалеку – имитация поисков радиоактивного элемента. Участники соревнований надевают специальные защитные костюмы и приступают к заданию. Я тоже решила попробовать. Под брезентом – радиоактивный элемент. Источник заражения находится в свинцовом футляре и не представляет опасности. Найти его можно с помощью рентген-метра. У участников соревнований обычно на это уходит пара минут. Далее полоса препятствий. Ребята перебираются по натянутым тросам, а после забираются на высоту около 4 метров. Страшно было. У меня руки до сих пор трясутся. А вот когда ты была наверху, о чем ты думала? Быстрее бы слезть оттуда вообще или забраться туда и потом слезть. У меня просто все трясется. Безопасность превыше всего. Мы должны все знать и правильно оказывать друг другу помощь в той или иной ситуации. Вот как раз соревнования школы безопасности и направлены на повышение уровня культуры безопасности населения в целом. И в особенности, конечно же, нашего подорастающего поколения детей. В соревнованиях участвует более 100 школьников. Если для одних это хобби и возможность приятной использы провести время, то для других первые шаги в профессии спасателя. Гульфия Мухаммадшина, Роман Нагуманов, Городской телеканал ЮТВ. Жители поселка Нагаева собрались на эко-урок. Среди них те, кто уже несколько лет сортирует отходы, и те, кто впервые слышит об опасности мусора, который мы выбрасываем каждый день. Просто шоком для меня было, на самом деле, какие сроки разложения у того мусора, которым мы пользуемся ежедневно, в каком объеме мы выбрасываем мусор, что на самом деле практически каждая вещь имеет вторую жизнь. И 85% того мусора, который мы просто сваливаем в мусорку, может быть использовано вторично. И на самом деле это даже очень неудобно, когда ты не выносишь огромный мусор, огромные пакеты, с которого все вываливается. А очень цивильно выносишь отдельно одну фракцию, другую. К этому просто нужно привыкнуть, и это будет легко, удобно для всех. Людмила сортирует мусор около полугода. Говорит, что вдохновили друзья, которые делают это, живя в многоквартирном доме. О необходимости сортировать отходы рассказывает Вероника. Подобные эко-уроки она обычно проводит в школах, а на предприятиях помогает организовать раздельный сбор мусора. Простые эко-привычки могут сэкономить семье из четырех человек в среднем 82 тысячи рублей за год. Человек в год берет где-то 450-500 пакетов. И это в среднем составляет сумму от 4,5 до 5 тысяч рублей в год. Вероника сортирует отходы почти два года. Выделяет пластик, стекло, макулатуру, жестяные банки. Она сама отвозит отходы в пункты приема. Там мусор превращают в детское счастье. Собранные деньги идут на реабилитацию детишек, так как их привычки позволяют заботиться о природе и будущем. Алина Тайпова, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ. Закончился ликбез для жителей поселка Нагаево. Я решила поговорить с Вероникой, чтобы узнать, насколько действительно выгодно и почему важно сортировать мусор. Вероника, как часто проходят такие эко-легбезы и эко-уроки? Где вы их проводите? Эко-легбезы мы проводим в Уфе и решили сделать такой эксперимент, приехать в Нагаево, потому что здесь есть потрясающий человек, который организовал систему раздельного сбора и логистику. Через две недели мы сделаем большой эко-легбез. Привезем певцов, танцоров. Может быть, кто-то забежит просто посмотреть на певца, послушать его и примет решение сортировать мусор и рационально употреблять. Потому что на самом деле жить так, как мы живем, а, невозможно, и, б, жить с точки зрения планеты правильно, на самом деле это очень выгодно. То, что мы сейчас имеем, наше настоящее. Это следствие тех поступков, которые мы совершали в прошлом. И то, что мы делаем сейчас, через какое-то время станет нашим настоящим. Вот меня, может, пафосно говорю еще что-то. У меня прям внутри все трясется, потому что я за это переживаю. Например, вот это прекрасное дерево, оно растет, а где-то вот подобные деревья за 10 секунд специальным оборудованием удаляют. Это делается очень быстро и производится флайерой, которые никому не нужны, которые даже до урна не доносят люди. И сейчас эффективность же просчитывается маркетологами. Это одно из самых неэффективных орудий рекламы. То есть сейчас движется вперед прогресс, а деревья мы продолжаем уничтожать, землю мы продолжаем загрязнять. И мы еще хотим показать, что мы не настолько богатые, чтобы потреблять столько, сколько мы потребляем, выбрасывать столько, сколько мы выбрасываем, и утилизировать так, как мы это делаем. Но мы, наверное, точно можем стать богаче, если будем сортировать мусор. Сто процентов. А если мы будем его сортировать, мы станем богаче как минимум гектарами земли, на которых будет расти лес, трава, будут играть наши дети. А если мы внедрим в свою жизнь рациональное потребление, про которое мы как раз на ЭКОЛИКБЕС рассказываем, у нас есть прям просчет, который говорит о том, что простые эко-привычки могут сэкономить семье из четырех человек в среднем 82 тысячи рублей за год. Мы берем данные Росстата, средние чеки. Какие это эко-привычки, расскажите? Ну, например, самое простейшее, элементарное – это закрывать кран, когда человек чистит зубы. Выливается 19 литров воды. Мы можем, например, 1800 экономить в год только на том, что мы закрываем просто кранчик. Если мы используем список для покупки в супермаркете, то мы можем сэкономить 70% от среднего чека. 70%! Представляете? То есть это еще не только вопрос того, что мы покупаем что-то лишнее, ненужное. Мы еще и покупаем то, что нам нужно, не в тех количествах, которые нам нужны на самом деле. Знаете, еще я тоже хожу в магазины, и, например, если я покупаю фрукты, например, связку бананов, да, я клею ценник прямо на бананы. И на меня смотрят потом большими глазами на кассе, говорят, возьмите пакетик. Я говорю, нет, пакетик – это зло. И я понимаю, что большинство людей не задумываются об элементарных вещах просто. Точно не задумываются. Вот даже тот момент, что мы с детьми, когда общаемся, про взрослых я вообще молчу, даже когда мы с детьми общаемся, и мы им говорим, а что происходит, ну, а как вы думаете, вы много мусора вообще производите? Они говорят, нет, 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 нет. А когда мы показываем фото семей, люди просто в шоке. Они не верят, что столько мусора может производить одна семья. И что вот этот вот мешочек, для них его как бы нет. Наш мир пропитан этими иллюзиями. То есть мы на что-то привыкли закрывать глаза. А по поводу связки бананов, мы еще рекомендуем фруктовые мешочки, многоразовые, в которые можно любые фрукты, любые овощи положить. Все очень удобно. И на них прекрасно клеится сам ценник. Вы уже несколько лет сортируете мусор и даже проводили экономические подсчеты. Сегодня представляли таблицу, можете озвучить некоторые цифры, самые, может быть, страшные. Есть такая цифра интересная про пластиковый пакет, который мы берем в гипермаркете. Человек в год берет где-то 450-500 пакетов. Один человек. И это в среднем составляет сумму от 4,5 до 5 тысяч рублей в год. Простой пакет. А существует сумочка, эко-сумочка, которая может стоить от 50 до 100 рублей, которая экономит 5 тысяч рублей в год на одного человека. 1200 в месяц на питьевых бутылочках экономится. То есть если вы в спортивном магазине или в обычном магазине детском приобретете многоразовую бутылочку для питья, вуаля. Расскажите о своем опыте, с чего вы начали сортировать мусор, какие фракции выделяете? Насколько это легко, я думаю, уже для вас? Сортирую уже давно. У меня частный дом, у меня нет своей машины, поэтому у меня проблемы с вывозом возникают. Я прошу друзей, знакомых. Для меня это сейчас легко, потому что я стараюсь покупать те продукты, которые упакованы именно в те компоненты, которые перерабатываются. У меня образуются основные фракции. Это бумага, это иногда образуется PET, металл, потому что я кормлю своего кота, и у него вот эти вот жестяные баночки, и плюс там бывают кукурузы, горох, еще что-то такое. Есть неперерабатываемые фракции, от которых я не могу избежать. Это пластик, это какие-то упаковки, творог-бумажная упаковка, сверху еще пластиковая упаковка. Их у меня минимальное количество, но я злостно сжигаю их на своем при усадебном участке, пытаюсь это делать максимально экологично. То есть изменить мир и сохранить природу может каждый человек, и не нужно думать и ждать других. Да. Не нужно говорить, что пусть все заводы перестанут изготавливать пластик, перестаньте его брать. Перестаньте брать пластик, его никто не будет изготавливать. А какую миссию вы для себя видите, какую цель ставите? Хотелось бы, чтобы за год-полтора 70% жителей города сортировали свой мусор как минимум на 4 фракции. Это железо, бумага, PET. На компост получаются отходы растительного производства, которые можно закопать. Стекло я забыла. Стекло обязательно. Да, да, да. Мы сегодня очень много говорили как раз про стекло забыла, потому что мы говорили про удобрения и про то, что на свалках сырье непригодно для вторичной переработки именно потому, что оно все перемешано с перегнивающими отходами, которые могут быть прекрасным удобрением. Здорово. Спасибо вам большое. Надеюсь, что скоро и экологическое сознание людей повысится, и законы, которые вступают в силу с 2019 года, тоже помогут и штрафами, и тарифами высокими. Да. Тех, кто любит природу, мы призываем в наши ряды, а тех, кто не хочет по каким-то причинам, ну, это уже с ними будет разбираться наше жестокое законодательство. Будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо. В сотый раз говорим о том, что во многих авариях вину за произошедшее можно возложить на обоих водителей. В данном случае один из-за перекрытого обзора не может полностью убедиться в безопасности маневра и выезжает едва ли не вслепую. Второй же, судя по останавливающемуся встречному потоку, пытается проскочить уже при смене сигналов светофора. Хотя нестись на всех парах перед перекрестком с тормозной системой из прошлого изначально плохая идея. И ведь подобное происходит раз за разом. Непонятно, откуда столько уверенности при проезде перекрестка. Даже просто включив разум и малейшие инстинкты самосохранения, предположив, что некий чудак вылетит в поперечном направлении при твоих 70-80 км в час, желание жать на педаль газа отпадает моментально. Но далеко не у всех. А если этого чудака не останавливает даже двойная сплошная в центре города, о возможных последствиях и говорить не стоит. Интересно, конечно, послушать водителя, узнать, как он сможет аргументировать свое поведение. Ну вот просто поверни ты голову перед тем, как поворачивать руль. Это ведь просто. Очень просто. Это ведь не стоит потраченных нервов, времени и твоих кромно заработанных денег. Да и другому ты жизнь не испортишь. Хотя часто голову даже поворачивать-то не нужно, а ошибки все те же. Вот какой тут совет можно дать водителю. Ты ведь должен видеть встречный автомобиль. Ну хоть краешком глаза. Это ведь не иголка в стоге сена. Ну просто на секундочку притормози и посмотри вперед. Так просто. Казалось бы. Да, безусловно. Тут, перебирая все видеозаписи, проматывая их по несколько раз назад и вперед, нам просто говорить о чужих ошибках. Но ведь так просто быть немного внимательнее и не спешить с принятием необдуманных решений. Надеемся, что когда-нибудь видео чужой аварии станет уроком для вас. А пока, с большим сожалению, констатируем. Далеко не всем поддаются эти уроки. Удачи на дорогах. Берегите себя и своих близких. Пока. Здраво! Лидер Северной Кореи, который буквально вчера вызывал у мирового сообщества смешанные чувства, сегодня прямо-таки на расхват. Месяц назад он ступил на южнокорейскую землю и пожал руку тамошнему президенту. А недавно встретился и с Сергеем Лавровым, который лично посетил страну Чучхе. Выпуски итоговой программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым не могли обойти стороной эту тему. Тем более, что впереди у Ина встреча с Дональдом Трампом. Из Пхеньяна Лавров отправил Трампу важное предостережение. Резких движений не делать, ничего искусственно не подгонять. Однако многие зрители заметили, что Киселев стоит на фоне фотографии Лаврова и Ина, где у последнего искусственно подогнанная улыбка растянулась от уха до уха. Это что, настоящая улыбка? Нашли оригинал фотографии, и Ким Чен Ын там не улыбается. Кроме того, не улыбается он и на фотографии, опубликованной в Твиттере МИД России. Да даже в сюжете Дмитрия Киселева на видео Ким Чен Ын с лицом серьёзнее некуда. Никогда не видел, чтобы он улыбался. Я вообще не знал, что у него зубы есть. Однако сам Дмитрий Киселёв на радиостанции «Говорит Москва» сказал, мол, никакого фотомонтажа тут нет. Всегда же фотографируют с высокой скорострельностью объективов. Вот и получаются разные мимические фазы, говорит Киселёв. Никто не хочет сфотографировать меня, пока я улыбаюсь. Сфотографировать? Это вымирающее явление. Судя по тому, что положение тела и выражение лица Лаврова не менялось, похоже, фотографу действительно удалось поймать нечто уникальное. Такое, которое не подвластно даже видеокамере. В самом деле, не будет же Киселёв так откровенно говорить неправду. Популярная французская передача «Лепетит» пару лет назад раскритиковала сюжет Киселёва о французах. Например, в российском сюжете одна из францужин говорит о том, что боится мигрантов. На самом же деле, ничего подобного она не говорила. И женщина обиделась на то, что её выставили расисткой. Я не понимаю, почему полиция, вместо того, чтобы гонять нас, протестующих с улиц, не занимается этими мигрантами. Нам реально страшно. Должно быть, это тоже никакой не обман. Это просто разные речевые фазы. Ну, всякое бывает, знаете ли. Что я сказал? Ты велел им всем взять самурайские мечи и побрить тебе хреньницу. Хорошо, будешь переводить. Пошли. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»